МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выставка образования, наука, бизнес традиционно собирает воедино ведущие вузы, крупнейшие предприятия и образовательные учреждения. Она максимально полезна абитуриентам. В одном месте можно узнать большой объем информации о том, где и как можно стать профессионалом в любимом деле. Чего только здесь не увидишь – роботы и сварка, произведения искусства и кулинарные шедевры. Центральным мероприятием выставки традиционно являются профклассы от учебных заведений, пройдя которые абитуриенты могут не только узнать все о какой-либо профессии, но и поработать на профессиональной технике. Самарскую областную государственную академию на Яновой представили на выставке будущие пиарщики. Студенты факультета международных отношений. Они приветствовали гостей выставки лично, состоявшиеся, работающие выпускники, с презентационного экрана. Уникальность академии в том, что это первое в России образовательное учреждение непрерывного образования комплексного типа. Курс обучения состоит из семи этапов, начиная с младших классов и заканчивая аспирантурой. Здесь можно стать и химиком, и лириком, и бухгалтером, и креатором. Мне очень интересна креативная специальность. Перед собой вижу перспективное будущее. В академии растят и обучают физически и нравственно здоровых, высокообразованных граждан страны, готовых достойно представить Россию в любой языковой и культурной среде. Те, кто заканчивает этот необычный вуз, вряд ли выберет для близких другое учебное заведение. У меня вообще в семье почти все учились в университете на Яну. И все началось с моей двоюродной сестры, потом я, потом сейчас учатся мой младший брат и моя младшая двоюродная сестра. 20 лет на рынке образовательных услуг работает первый и единственный негосударственный медицинский вуз, который имеет лицензию и государственную аккредитацию. Институт Реавис представил на выставке учебный класс, где все желающие могли пройти не учебные, а самые настоящие медицинские обследования. Спирографию, пульсы и динамометрию, определение полей зрения с помощью периметра Форстера. То, что еще студенты уже могут многое, неудивительно. Практика на современном оборудовании составляет львиную долю обучения. В связи с переходом на новые посты обучения, конечно же, изменилась сама техника преподавания в институте. Больше внимания стало уделяться практическим навыкам, которые предлагаются для освоения в стенах института. Но для этой цели, конечно же, в институте были приобретены новые медицинские приборы, используются дистанционные формы обучения. Ну и кроме этого, очень много уделяется внимания самостоятельной работе студентов. В Реавизе можно получить высшее медицинское, фармацевтическое и гуманитарное образование. Важная особенность института – наличие индивидуальных форм обучения, при которых студенты занимаются по своему учебному плану в группах по 2-3 человека. Такой метод применяется и для последипломной подготовки. Институт имеет широкое общественное и международное признание, а лучшую рекламу делает ему сарафанное радио – отзывы выпускников об уровне и качестве подготовки. Друзья рассказали, что там качество самообразования, отличное отношение именно преподавателей. Также в учебном процессе используются современные информационные технологии. Это новые лаборатории оборудованные, библиотеки как интернет, так и обычные. Свои навыки уже в учебные годы студенты оттачивают на лечебных базах, в частных и государственных медицинских учреждениях. Таковых у института более 60. Имеется и своя лечебная база – поликлиника Реавиза. К Новому году откроется производственная аптека. Несмотря на молодость, развивается институт по-взрослому, успешно реализуя главную миссию – улучшение здоровья людей через обучение студентов и врачей последним достижением медицинской науки и практики. Обучение в медицинском институте Реавиза ведется на пяти факультетах – стоматологическом, лечебном, фармацевтическом, медико-социальном и факультете последипломного образования. Профессорско-преподавательский состав Медицинского института Реавиз – это более 900 сотрудников, 70% которых – это кандидаты и доктора наук. Наших студентов на сегодняшний день более 3 тысяч. 2 тысячи слушателей на последипломном образовании. Большое значение в нашем институте уделяется научной деятельности, которую руководит аккредитованный ученый совет. Эффектно, красиво, талантливо. Именно так представил себя на выставке Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна. Студенты показали посетителям сразу несколько мастер-классов. Плетение косичек, нанесение макияжа и ногтевой сервис от учащихся на парикмахерском отделении, художественное ткачество, роспись, изготовление тематических открыток и новогодних игрушек, от представителей художественного отделения, изготовление молочных коктейлей, от начинающих профи сервисного отделения. По выставке дефилировали модели, образы которых полностью создали сами ребята. Этот колледж для тех, кто хочет реализовать себя творчески и найти место работы еще в студенческие годы. Родители, которые смотрят это интервью или передачу, могут быть спокойны, что наши студенты не устраиваются на работу только по уважительным причинам. Либо они уходят в армию, молодые люди, либо они рожают деток, но после декрета они обязательно трудоустраиваются, потому что работодатели – это наши друзья, они всегда рядом с нами, и на некоторых выпускников есть в прямом смысле этого слова очередь среди работодателей. Одну из самых вкусных экспозиций представила на выставке старейшее учреждение среднего профессионального образования – Самарский торгово-экономический колледж, который существует уже более 70 лет. В нем можно найти не только детей и внуков, но и правнуков – бывших студентов. За это время здесь получили дипломы выпускники, которые ныне работают чуть ли не в каждом уголке России. В Ижевске и Анадыре, в Владивостоке и Костроме, в Ульяновске и Хабаровске, в Златоусте и Москве. Что подтверждает, такие специалисты нужны везде. В настоящее время колледж осуществляет подготовку под следующим специальностям – экономикой, бухгалтерский учет, менеджмент, коммерция, товароведение и технология продукции общественного питания. Практику студенты проходят в известных продовольственных сетях, магазинах, торговых предприятиях, налоговой инспекции. Кроме этого, у колледжа есть свои специализированные лаборатории и производственное оборудование. В таком образовательном учреждении интересно и учиться, и отдыхать. Мы проводим всевозможные мне аудиторные интересные мероприятия. У нас хорошо поставлена кружковая работа. То есть мы работаем на специальности конкретно. Вот клуб потребителей у нас уже несколько десятков лет работает. А затем у нас секционная работа очень хорошо. По физической культуре мы участвуем и в городских, и в областных, и даже в региональных соревнованиях. Занимаем призовые места. Призовые места студенты занимают не только в спорте. Они становятся лучшими и в своей профессии на областных олимпиадах и конкурсах профмастерства. За время обучения они получают специальность, рабочую профессию и по желанию изучают один из бухгалтерии и один из кадры. Мы получаем хорошее образование, нас учат вставить и добиваться целей, решать трудные задачи. За время обучения, кроме основной профессии менеджера по продаже, мы получаем дополнительную по выбору профессию, что позволит в дальнейшем стать конкурентоспособным специалистом на рынке труда. Подтверждение тому статистика трудоустройства, которую руководство торгово-экономического строго отслеживает. Тесная связь с работодателями происходит на всех этапах обучения, потому и не стоят местные выпускники в очереди на бирже труда. У нас 93% студентов потом трудоустраиваются гарантированно. И у нас есть запросы работодателей уже на уровне поступления студентов к первому курсу, чтобы мы готовили конкретно под них. Это и рестораны, и банки, и налоговые службы, потому что мы готовим бухгалтеров, специалистов по налогообложению. К нам уже сразу с первого курса есть запрос на определенных студентов. Мы готовим под конкретных работодателей. Мы прислушиваемся к мнению работодателей, мы согласовываем программы практики. Естественно, мы с замдиректора по учебной работе и замдиректора по практике, мы выезжаем в банки, беседуем с руководством, прислушиваемся к тем замечаниям, которые естественно возникают. Мы их стараемся исправить. Вглядитесь в эти лица, возможно, среди них есть будущие известные рестораторы. Для таких карьерных взлетов у студентов торгово-экономического есть и возможности, и стремления. Хочу стать управляющим банком, и в будущем открыть свой банк, развиваться. Амбициозные планы, которые имеют под собой реальную почву. Доступно, наглядно, с возможностью в буквальном смысле попробовать профессию на вкус. Именно так проходит каждый год эта выставка. Здесь с интересом и пользой проводят время не только абитуриенты, но и их родители, представители производства и бизнеса, состоявшиеся специалисты, готовые совершенствоваться. Образование, наука и бизнес объединяются здесь именно так, как они должны объединяться в обычной жизни, дабы не было перекосов, избытка, либо недостатка нужных в стране специалистов на рынке труда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова